Сегодня в республике дали старт патриотической акции часовой у Знамени Победы. Копии флагов ребятам вручали торжественно во дворце детского и юношеского творчества. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. О том, какой ценой ковалась победа, эти юноши и девушки знают только по рассказам. Каждый из них понимает, насколько важно отдать честь ветеранам. Знамя Победы в зале дворца встречали шесть кадетских отрядов, участники войны и труженики тыла. Знамя Победы завоевана больших трудов, больших проблем, поэтому его надо высоко держать и уронить. Всему миру нужно показать пример, как Советский Союз, как россияне воевали, как они сейчас защищают свою Родину. Передача символов Победы «Особый ритуал» копии и знамен до 9 мая будут храниться в школах кадетов. Эту акцию намерены поддержать все школы республики и вузы. У знамен ученики и студенты будут нести постоянную вахту, символ Победы пронесут по центральным улицам и площадям районных центров. Так наследники победителей фашизма выразят благодарность своим прадедам за мирное небо над головой. Я очень благодарна ветеранам за Победу. У меня эта акция вызывает чувство благодарности. Я считаю, что уважение нашей истории, уважение наших ветеранов, уважение нашей Родины самой – это одно из самых главных черт всех людей, которые живут на нашей Родине. Знаете, когда среди ветеранов сидят твои знакомые, люди, с которыми ты поддерживаешь общение, например, это была одна из моих знакомых, это Агриппина Юрьевна, она участвовала в битве на Курской дуге. И вот, знаете, наверное, весь тот момент, пока мы маршировали, пока мы барабанили, я думала, как бы сделать приятное ей, чтобы она гордилась, смотря на нас. Глава республики отметил, что только благодаря таким акциям в ребятах возможно воспитать патриотов Родины. Дух Победы в наших сердцах вообще остается, и мы ценим все это дело, умеем ценить. И мы с каждым годом будем отмечать Победу, проводить эту акцию, разные акции, приуроченные к военно-патриотическому воспитанию. Кадеты вручили ветеранам цветы и прошли перед ними торжественным строем. Сейчас они вовсю готовятся к смотрам, а кому-то из них предстоит принять участие в Параде Победы. Стой! Налее! Вот! Итоги акции, часовое знамение Победы подведут после 9 мая. Медрик Ковалев, Олег Якимов, Республика.